В начале октября Папа Франциск созвал в Рим лидеров различных мировых религий, чтобы призвать к миру во всем мире. Чтобы больше вакцин распределялось на справедливой основе, и меньше оружия продавалось без разбора. У святейшего отца был весьма плотный график, заполненный политическими встречами в течение месяца. Он встретился с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы попрощаться перед ее выходом на пенсию, а также со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Премьер-министр Индии Наренда Моди впервые посетил Папу Франциско и пригласил его посетить Индию. А президент Южной Кореи подарил ему крест из колючей проволоки с забора, разделяющего Южную и Северную Корею. Самая значительная встреча святейшего отца была с Джо Байденом, вторым католическим президентом Соединенных Штатов. Их дружеская встреча длилась более часа. В октябре Папа начал первую подготовительную фазу предстоящего синода, апеллируя к той роли, которую каждый крещеный католик играет в управлении церковью. Перед завершающей ассамблеей в Риме в 2023 году будет определён вклад приходских общин. В начале октября Папа смог поприветствовать сестру Глорию Сесилию Нарвайес. Колумбийская монахиня была освобождена после того, как находилась в плену в Мали у группы, связанной с Аль-Каидой в течение четырёх лет и восьми месяцев. Независимый отчёт, сделанный во Франции, был выпущен в октябре. Выяснилось, что в период с 1950 по 2020 год около 216 тысяч несовершеннолетних подверглись жестокому обращению в церковных учреждениях по всей стране. «Хочу выразить пострадавшим свою печаль и боль из-за полученной ими травмы, а также сожалею об этом стыде». В отчёте также указаны области, где уже были совершены положительные сдвиги. Папа подчеркнул, что с 2010 года были приняты серьёзные меры для решения проблемы злоупотреблений.